здравствуйте друзья сегодня я расскажу вам новый интересный рассказ из жизни приятного просмотра сергей закрыл папку с документами и отложил в сторону на столе теперь был полный порядок все было готово к передаче дел новому сотруднику компьютере он также провел чистку удалил личные файлы рассортировал рабочие по отдельным папкам переименовал для удобства завтра он может уже не приходить сюда странное чувство даже как будто жаль ведь он проработал здесь 20 лет шутка ли может это была не работа его мечты но у него и вся остальная жизнь сложилась далеко не так как он мечтал так что это было просто хорошим вариантом тщательно отследив правильность времени на своих часах сергей встал ровно в 17 00 и в последний раз выключил компьютер офисе никто не знал что он увольняется сергей попросил начальника не распространяться а потому все также спокойно собирались домой не зная что видят своего коллегу сергея в последний раз этот план сергей составлял довольно долго месяца полтора надо было продумать все до мелочей ведь это был решающий самый важный план в его жизни он продал квартиру оставил себе нужную часть денег а все остальное перечислил в центр помощи бездомным вещи он отнес туда же оставив себе только пару смен одежды и белье и вот он уже стоит на улице одеты в серый костюм с небольшой сумкой через плечо абсолютно свободный и никому ничем не обязаны до поезда еще два часа так что можно дойти до вокзала пешком как же давно он не ездил на поезде да и куда было ездить на всем белом свете у него не было ни единого родственника по крайней мере знакомого ему родители отказались от него когда ему было пять лет он мешал им строить карьеру они не ожидали что ребенок будет отнимать столько сил и времени странная отговорка но сергей до сих пор помнит как мама уходя говорила ему сынок тебе тут будет хорошо тут много ребят твоего возраста мы с тобой провели целых пять лет заботились о тебе отдали для тебя все что могли но прости у нас с папой такая ответственная работа мы просто не успеваем ты же сам знаешь что мы из-за этого не стали рожать тебе братика ну все прощай не держи на нас зла вырастешь сам все поймешь сергей вырос но так ничего и не понял почему у всех других детей родители успевали и работать и заботиться о детях а его родители не могли даже этого но он старался хотя бы не держать зла детдом находился в другом городе так что родители больше никогда его не навещали и не искали с ним встреч когда он был уже взрослым он попытался найти своих родителей чтобы спросить удалось ли им построить без него блестящую карьеру и добиться всего к чему они стремились он пришел по адресу где когда-то жил с любимой мамой и папой но там жил уже чужой человек он сказал что родители сергея трагически погибли в тот же год что оставили сына в детдоме это было больно правда сергей никогда не желал им зла несмотря на все что он пережил и он твердо решил что никогда не будет так дико стремится сделать карьеру как его родители он понимал что в жизни есть множество более важных вещей он решил что найдет работу по душе и будет всегда честно ее исполнять что обязательно женится и заведет много детей и никогда их не бросит но у судьбы свои планы сергей был так раздавлен новостями про родителей что не смог как следует подготовиться и провалил вступительные экзамены пришлось идти работать в офис чтобы скоротать время до следующего года да и жить на что-то было нужно на следующий год он все же поступил но уже на заочку а к работе привык и не стал ее менять там он и проработал следующие 20 лет завоевал доверие и уважение всего коллектива когда сергею было 22 он встретил чудесную девушку и понял что она та самая он помнил свое обещание самому себе сделал ей предложение полностью уверенный в том что до конца дней будет любить только ее никогда не изменит и не предаст он был счастлив наконец разделить с кем-то свое одиночество ведь он так и не завел себе друзей но его невеста так и не стала его женой за несколько недель до свадьбы она утонула сергей очень тяжело принял это известие и решил что больше никогда и не на ком не женится он был предан только ей потому все эти годы он так и провел в одиночестве и все его мечты о детях тоже пошли прахом сергею нравился его тихий образ жизни и стабильность он работал потом заходил в магазин заносил покупки домой отдыхал и шел гулять в парк кормил уток любовался на озеро читал книги по выходным он ездил на рыбалку иногда писал картины маслом на природе все было просто и уютно одиночество стало его образом жизни однажды сергей понял что обычные дела стали даваться ему гораздо сложнее ему словно было тяжело дышать он быстро уставал и все время хотел спать он все забывал и страдал от головной боли обследовавшись он услышал новость которая все изменила сергей мне жаль но у вас в голове очень крупное образование операция возможно но это будет крайне опасно не исключено что вы просто ее не переживете сергей отказался от операции полтора месяца он планировал как уйдет он хотел подготовить все чтобы после него не осталось и следа чтобы не было заваленной вещами квартиры чтобы никто не искал его и не переживал о нем да и кому он был нужен когда все было готово он уволился с работы и уехал в свой родной город на поезде спустя годы он снова шел по улицам которые еще хранили память о его родителях вот здесь они вели его садик а здесь он впервые упал когда учился ездить на велосипеде а вот на этой улице был их дом сергей долго ходил по улицам родного города но никто не узнавал его да и не мог узнать ведь прошло столько лет странно что сам сергей еще что-то помнил ему снова и снова становилась жаль своих родителей которые сами не знали что их ждет когда избавлялись от него интересно они бы поменяли что-то если бы знали сергей поселил совместной гостинице и дал распоряжение проверять его номер каждое утро независимо от того в номере он или нет он не хотел чтобы его тело пролежала там неделю прежде чем его обнаружат а случиться все могло в любой момент при себе он также имел записку о том что в случае если с ним случится что-то то сообщать совершенно некому родных и близких нет средства на организацию его последнего пути можно взять в гостинице записка об этом лежит в его номере каждый день он отправлялся бродить по городу сливаясь с толпой слушал их разговоры словно ожидая услышать что-нибудь о себе или родителях но все они говорили о своем особенно ему нравилось сидеть на скамейке около подъезда своего бывшего дома какими счастливыми были те годы он ведь был обычным мальчишкой и не подозревал что родителям он скоро окажется не нужен как он прожил свою жизнь хотел бы он что-то изменить пожалуй нет жизнь прошла мирно и спокойно как он того и хотел не все удалось исполнить но то что у судьбы есть свои планы он и так уже давно понял люди проходили мимо и они ни за что бы не могли увидеть какой болью наполнены глаза человека сидевшего рядом если бы они могли хоть на миг заглянуть в его душу то наверняка захотели бы обнять его отогреть поговорить но он всегда был лишь тенью существовал ли он вообще на самом деле все закончилось именно там около его дома прохожие бросились звонить звать на помощь но сергей не хотел помощи и она бы уже не помогла он смотрел в небо затянутое тучами и вспоминал глаза мамы которая говорит ему сынок тебе тут будет хорошо но и но и 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